Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы начинаем новое прохождение нового глобального мода для Скайрифа. Я не буду ломать язык и пытаться его произнести. Все будет в описании. Если он не ждет, он не ждет. Хорошо, что ты рядом. Мне нужны те, на кого... Прекрасная озвучка. Как я могу сказать. Драконы очень плохие для торговли. Они также очень плохие для посетителей во всех холдах. Таким образом, коммуникация. Мы сооперировали с джарльами, чтобы собрать наши ресурсы вместе, чтобы найти решение к этому вопросу. Я уверен, что коллективная бунта 10,000 грамм на этот дракон должна привлечь enough swordwavers into action, если бы мой план уничтожить. Я знаю о некоторых мерцанарях с экземптическими талантами. Они работали с нами раньше, и они, вероятно, будут работать с нами снова. Таким образом, для правильного количества монтажа, конечно же. Таким образом, у нас есть три варианта. Я могу никого с собой не брать. Но, в принципе, мне так будет удобнее. Я вполне могу и сам справиться, без посторонней помощи. Я очень рад, что ты спросил. Этот дракон сейчас показано, что очень тяжелый для обеспечения. Мы нуждаемся в команде, которые могут подчеркнуть много земли быстрее, чтобы постороннировать его. И, aside from giants, я не уверен, что еще может быть виноватым драконом. Но вот это, где ты посетишься, дракон-полнер. Так, просто скажи, где искать мне этого дракона? Конечно, если ты реально думаешь, что ты можешь взять этот дракон самостоятельно. Но не волнуйся на меня, если он успеет уходить. Я думаю, что я могу отправить Theodun, чтобы собрать остальные мерцанарии, пока ты уходишь. Хотя он был слишком трудно найти тебя. Фалкреф-Ватч говорит, что дракон-полнер Средний дракон-полнер Внешний дракон-полнер Внешний дракон-полнер Внешний дракон-полнер Внешний дракон-полнер Если мы счастливы, мы сможем его убежать, когда он вернует. Он, возможно, уходится на отраслевом саду в саду-выблевом Харкреф. Будьте скорость, дракон-полнер Теперь я начальник стражи. Только я сомневаюсь, что там кто-то остался. Ну ладно, в принципе, почему нет? Давайте сохранимся. Это мой, кстати, старый топовый персонаж. Если вы его помните по нескольким обзорам. Он у меня уже прошел очень многое. И он достоин для того, чтобы встретиться с драконом. Я чувствую, это будет непростая тварь. Не знаю почему, но, в принципе, я с драконами справляюсь за два удара. И не надо в описании оставлять ссылку на мод, где драконы это реально грозные враги. Я прекрасно знаю этот мод. Но... Может быть, даже как-нибудь я вам его и покажу. Но... Я не люблю с таким играть. Ускорим, я играю ради удовольствия, а не ради сложности. Если я ищу, буду искать сложности, я поиграю в дарк первый и второй. Хвала небесам, второй вышел и не хуже первого. Так, давайте-ка поставим сразу же... Блин, а как это называется? А, драконов будет, точно. Какого хера я не попал? А вот это неожиданно. А вот это неожиданно. Уберите борьбу, которую вы захотите. Расспросим, что за драконий зуб, по-моему, так этот остров назывался. Священная земля, да? Хорошо. Классная карта. Такая была в коллекционном издании, скорее. Смотрел недавно анпакинг легендарного издания. Забавная такая штука. Но я не любитель, к сожалению, покупать игры. Хотя Скоримчик уже давно купил. Но пока есть пиратство и пока, в принципе, никаких бонусов, это кроме ачивок, мне не дает, в Скориме, поэтому париться не будет. Заходи. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня, а я... Я начинал думать, что ты никогда не вернешься. Так, как это произошло? Ты спасил дракона? Что ты имеешь в виду? Что ты делаешь здесь? Не должно быть, что ты там, проживая его? Он отправился в некое место под названием... А, Змеиный Зуб. Маленькие острововы? Это маленькая островка с майнерским сеттлементом. В северном острове Солитуде. Я руководил сеттельные островки из островки. Окей. Если это, где дракон идет, то я имею в виду плохое ощущение об этом. Майнерским сеттлементом в Майнерском сеттлементе не совсем поднялся против драконных сеттек. И наша ревенция будет страдать, если мы потерпим сеттельные островки. Похоже, дракон хочет, чтобы мы следовали за ним на тот остров. Не забудьте, что эта 10 000 голодовая ревенция еще не поднялся, если мы это действительно успеем отнимать. Да, без проблем. Порция Литюда, значит? Да будет так. Так, а че мне по припасам-то нужно? Так, Кирка сойдет. Дейтрический меч проточен и просто великолепно. Нордский лук неплохо проточен. Сойдет. 590 стрел. Так, ну щитом я пока пользоваться не буду. Не вижу особой надобности. К тому же у меня блокирование. Благодарю вас за то, что вы прошли. Вы такой молодец. Небесь, которая не умеет открывать двери, это плохо. Надеюсь, багов с этим не будет. Ты куда, блядь, вышел? Ты куда, блядь, вышел? Какого-нибудь предела, что ли? Неважно. Порт Солитюда, да? Надеюсь, ты там будешь. Потому что если тебя там не будет, это будет прискорбка. Ой, блин, по-моему, в Солитюде меня ищут. Я там с последним визитом захотел. Я там много людей вырезал. Испытывал Dance of Death. Танец Смерти. Классный мод, который добавляет возможность увеличить ваш шанс фаталити. То есть вот этих вот великолепнейших добиваний. Так, ну вроде норм. Без проблем. Ты что, на этом корабле, что ли? А лошадку с собой нельзя взять? Хотя ты не гриф за мной поплывет. Какие проблемы? Что, реально на этом корабле? Ты говори с яйца, братья. Диджас с тобой не будет говорить. Да. Хорошо. Сохраняемся. Поехали. Ну я понял. Хорошо. 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 Я уж думал, зависть. И чертовой матери. Попробуйся. 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 На деку. Порядка стоит немного дистанции. Один раз я говорил с другими. Хорошо. А, так ты собрал их уже, да? Ну и правильно, в жопу этих гибел. Это что, я с ними должен пойти? Это что за стадо? Девушки-воробушки, вы что, больные совсем? Ладно, давайте посмотрим, что за остров. Это что, маленький остров? Боже мой. Да он соразмерен солстеймом. Да, я надеюсь, этот мод оправдает мои ожидания. Да вперед, мать твою. Меня вот одно единственное раздражает во всех любительских модах, что они крайне-крайне нестабильны. Ну да ладно. Что за говно? Ребят, давайте я кого-то найду, кого-то убью. А? Победа! Ясно. Давайте, пацаны. Он сверху. Фас. Нет? Почему нет? Умер. Ммм. У нас хороший лучник. Умер. 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 А, башня. Ну, ладно. А, ты магиечка. Это хорошо. Блять, да не лезь ты. Странно. Вот себя ведёт сейчас Карим очень странно, Потому что проседает фпс, а он проседать не должен, даже при записи, даже на моем компьютере. Не знаю, в следующей серии посмотрю, что можно с этим сделать, но это не нормально. Товарищи. Ты уже все понял. Почему-то у него голова осталась на месте. Окей. Ну, вроде все. Теперь, какие планы? Говно. Ага. Хорошо, побежали туда. Блин. Остров сделан довольно-таки хорошо. Грибы, то есть мы недалеко от муравьинда, получается. Местная живность. Непуганные лоси. Блин, это все довольно-таки интересно. И на этой замечательной ноте Скоримчик крашен. Это крайне великолепно. Вот только-только-только недавно буквально заговорил о стабильности любительских модов. Ах, блин. Буду стараться без мата, но... Увы, 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 у меня это вряд ли получится. Ну да и ладно, будем проходить как-то уж. Как-то уж до пройдем. Я думаю. И имперский лагерь. А вы уже здесь, да? Угу. Хорошо, молодцы. Многогогогогогогогогогогогогогогогогогогоггогогогогогогоггогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогогог Во-первых, мы будем ждать вас в БАРО, так что не занимайся слишком долго. Чё, куда идти-то? Её окунуть. Окей. Тут способ есть, я думаю, нету. А эта шахта, может, мне поможет? Шахта холодная жила. Давайте зайдём, посмотрим. Может, чё, квест какой ждёт тут? Я тут немножечко повозился с графикой, убрал хайл резолюшины для улучшения графики. И, я думаю, будет попроще. С фпсом и вообще со скайримчиком. Думаю, вылеты прекратятся, потому что это уже не первый, не второй и не третий вылет. Именно этого мода первый случился спустя, наверное, минут пять после того, как я запустил скайрим именно с этим модом. Чё тут такое? Везде этот напиток местный. Тут есть вообще выход какой? Ну, не знаю. Но людей явно тут нету. Давайте посмотрим, у меня тут есть замечательная способность. Нет, людей тут нету. И это хорошо или плохо, я затрудняюсь сказать. Туда лучше не прыгать. Хотя, я думаю, мы сейчас, походя по этим всем ледяным пещерам, именно туда и попадём. Нет? Эм. А куда дальше? А куда дальше? Ладушки? Да-да, чё. Какой, какой вариант-то остаётся? Джерани мируем. Холодная вода, надеюсь, фру... А, ну да, фростфол у меня отвлечен, поэтому живём. Какого хрена, куда я попал? Так, давайте налево. Почему бы и нет? Тут полно, блин. Архалковые руды. Ага, хорошо. Бесполезное место. Значит, идём направо. Пока как-то сюжет не тянет, не держится. Даже вот можно посмотреть на квест. Как оказалось, шахтёрский посёлок, ну, понятно, подвергся нападению дракона, следует найти сраного дракона на другом конце этого Болинского острова. Хорошо. Дракона убить, в принципе, это не сложно. Небо я их уже перекосячил много-много-много. Что? Что? Как это понимать? Ладно. Локация очень странная. Ну, то есть, две мирские руины здесь. Окей. Пойдём посмотрим. Более так Атоша. Золотишко. Ладно. Давайте-ка осмотрим эту... Эту. 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 Эти руины. Я думаю, они нам пригодились бы по квесту, но поскольку я тут не наблюдаю ни одного вообще врага, и они уходят под гору. Это может быть интересно. На самом деле, я сейчас иду чисто интуитивно. Надеюсь, это куда-то меня таки приведёт. А куда это меня приведёт, хер его знает, скорее всего, в туги. Похоже на то. Может быть зря я вчера анимировался? Нет. Абсолютно бестолковая комната. Но тут должен быть какой-то смысл. А, смотрите. Там есть дверь. Я просто чё-то протыкал, судя по всему. Как обычно. Морозные дома. Да где она? Я не понимаю. Я так смотрю на эту карту с надеждой. Скелет. Костяная мука, золото. Золотишко. Всякое говно. Ненужное в принципе нам. Блин, а где тут эта дверь таки? Интересно. Тут. Вот. Вот здесь, прямо тут. Как-то бред. Не понимаю. Возможно я что-то протыкал. Ам. Ладно. Найду дверь. Тогда включусь. Так. Похоже я таки нашел куда идти. Это. Под всей этой конструкцией находится дверь. То есть. То есть. Блин. Вот она. Вот эти двери. Фу блин. Ничего в принципе такого уж прям заумного не было. Ооо. Смотрите. Морозный туман. Это огромный зал вулканического происхождения, где обитает самая невероятная форма жизни. Что? Вы серьезно? У этого места есть своя история? Попробуем. Хорошо. Давай. Выходи. Самая невероятная форма жизни. Кто? Ё. Она мать. Это ж типа Черного Предела. Так эта херня называлась. По-моему. Эм. Хорошо. Как спуститься? Я хочу вниз. ребят я хочу вниз правда 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 тут нету тут только подъем все больше дверей я тут не наблюдаю спрячем меч пожалуй ни к чему где дверь ребят честное слово чё я просто так ходил сюда ради удовольствия что там явно что то есть но я не могу туда спуститься блин вот говно ладно уж нет не дергается ничего никаких ручек вроде бы нету никаких подсказок или какой-то либо еще дрянь не я бы мог туда пробраться при помощи читов но это не то ладно что ж туда встретимся у выхода из этой локации ладно вот собственно я выбрался странная странная вакансия шахтерский поселок будет восстановлен интерес очень интересный ну ладно хорошо раз это все таки какое-то тупиковое пока место пока что подчеркиваю потому что скорее всего с ним будет связан какой-то квест ну блин ну блин это интересно слыша я туда не попаду а я туда не попаду туда можно попасть только как-то пересечь гору пересечь ее можно только при помощи вот той шахты почему-то мне так кажется но дорога куда-то ведет поэтому почему бы и нет идем пока идется врагов как-то заметно мало тут еще какая-то шахта есть давайте ее откроем потом бля давай кто кто потом сначала шахту откроем эм она что не здесь ну ладно в жопу туда эту шахту кто враг скажите мне врага снежная лиса это чё враг что ли ааааааа да отвали мать двой тоже мне я-то думал блин тут всего лишь какое-то говно водится сприганы в принципе что же это получение в принципе этого квеста у вас должен быть персонаж 10 уровня и выше вы должны пройти квест путь голоса для тех кто не в курсе это после того пройти обучение у седобородок вот как-то так и тогда к вам придет этот послание имперский и расскажет вам такую вот заделочку в местном мире пока что блин то хрена локаций всяких разных гражданский я тебя предупреждаю здесь вершатся государственные дела уходи а имперский солдат государственные дела иди своей дорогой гражданский я тебя предупреждаю давай 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 тоже мне блин ни тех ни тех ненавижу хотя проходил в большинстве своем за империю потому что все таки ну как бы стране нужен порядок тут уж не крути а революции тем более такие вот как я понял проплаченные талмором если так можно сказать то они к добру не приведут твою мать ну вот смотри вот что ты делаешь со мной а что ты со мной делаешь в принципе хотелось только что провести параллель с нынешними событиями в моей родной стране но тут задел в другом немножко смотрите я куда-то попал да я таки пришел а не смотрите все нормально никаких проблем блин огромное количество всяких локаций домика проще вот застав еще одна застава смотрю там руины ты мерзкие твою мать олень дракон смотрите дракон сука дракон бля сюда иди мать твою так че у меня там драконобой стоит не стоит все поставил какого хрена ты делаешь и и об с в в Не смей взлетать, мразь. Все-таки крит это крит. А что тут делать еще? Это моя добыча. Да. Старейший дракон нынче не тот, что был раньше. Я думаю, сложность можно и поднять, но потом. Так, давайте еще посмотрим, что в этом дракоше было. Это обычный дракон, который ушел буквально с одного удара. Ничего страшного. О, смотри, блин, указатели еще есть. Япония мать. Берррр... Берррр... Докс... Минник. Окей, доки туда. Берррр. Че за Беррррр-то? Шахтер, что ли? Не понял. Курган или как-то так. Хер его знает. Не знаю перевода этого слова. Потом посмотрю для себя уже. Зайчики бегают. Живность всякая. Блин, хорошо это все сделано. Чертовски. Вау. Звездное небо. И красная планета. Ха. Чертовски классно это все выглядит. Что ж, на этой великолепной, красивой, торжественной, даже можно сказать, ноте, я завершу свою первую серию. Она получилась довольно-таки странной, потому что игра почему-то вылетала. Нынче все стало работать лучше после небольших коррективов. Что ж, если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свое мнение в комментариях по поводу мода. Буду рассказывать дальше, если, ну вот, перед следующей серией чего-то почитаю немножко про него. Потому что действительно тут есть и какая-то своя история этого мода. Могу сказать только, что, во-первых, мне все нравится по задумке, во-вторых, мне все нравится по, так сказать, фору здешнего мира. Он никак не выделяется из самого Скайрима, то есть можно сказать, что это реально официальное дополнение. Посмотрим еще, как будет со стабильностью. Если все продлится вот так, как сейчас, я уже 20 минут пишу без проблем, то не буду делать каких-то еще коррективов по графике и по всему остальному, искать каких-то проблем. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.